Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Хочу показать. Идите побегайте. Такие у нас поросятки выросли. Скоро будем их сдавать, резать, посмотрим, как делать. Сейчас мы просто вышли погулять. Заваляйте все, он будет немножко подремонтировать. Еще. Хотел пару слов сказать по поводу, как скажем, бизнес-составляющей всего этого процесса по выращиванию, по разведению. Ну, смотрите, значит, как получается у нас с выращиванием. На вложенную, грубо говоря, тысячу грей мы получим сверху еще одну тысячу грей. При этом, для того, чтобы вырастить одного поросенка до забойного веса, нам надо потратить будет полгода своей жизни и порядка, ну, в районе двух тысяч грей денег. Соответственно, мы его продадим тысячи за четыре где-то. Зависит будет от того, насколько он крупный вырастет. Ну, соответственно, подъем с него будет в районе двух тысяч. Ну, такой себе бизнес, если честно, не особо мне нравится. Слишком много надо будет, если кто-то решит таким образом зарабатывать деньги, слишком много надо будет времени тратить. Так, черных не смотрите. Это свиньи, собаки. Слишком много времени и вложения, и слишком маленький выхлоп. Другой вопрос – свиноматки. Вот со свиноматками все происходит поинтереснее. Сперва, я думал, будет проблема продать поросят. Оказалось, все очень просто. Вот и поберем на OLX, вылаживаем объявление, делаем фотки наших поросят. И вуаля! У меня, как, было там два выводка. Эти оба выводка продались буквально, чтобы не сбрыхать за сутки. Ночью я вылажу, и утром уже их приезжают, забирают. Цену я устанавливал, в принципе, не самую высокую по региону. У нас цена была, начиная там от 800 гривен и заканчивая 1200. Ну, кто во что нравится. Я продал по 850 гривен, выставлял по 900. Но цена такая, не очень большая, но в то же время для меня вполне. Так вот, свиноматка приводит в районе 10 поросят. Ну, так как у меня мясные породы, эта цифра оказалась недостижимая, в принципе, для них пока. Ну, проблема мясных, это в том, что они малоплодные. В общем, свинок у одной свинки было 9 поросят, у другой было 7 поросят. В любом случае, значит, получилось у одной свиноматки, с одной свиноматки за выводок я получил, получил в районе 6 тысяч гривен, а с другой свиноматки в районе 7 с половиной тысяч гривен. В общем, я к чему иду. Свиноматка сможет дать 3-4, возможно, даже 5 опоросов до того, как она станет очень большой, неповоротливой. Ее придется сдавать на мясо, при этом за это время она сможет заработать, ну, в среднем, где-то тысячи, ну, я не знаю, если 3 опоросов, ну, 3, нет, 4 можно будет легко, я думаю. Вот у меня третий сейчас опорос будет, четвертый опорос, в принципе, я думаю, будет, сейчас скажу, где-то в районе 30 тысяч будет прибыль, при этом сдадим свиноматку, окупим корма, потраченные ее содержанием. Ну, и, соответственно, одна свиноматка сможет принести нам дохода тысяч 30 чистого. Ну, это где-то за два года, даже чуть больше, за два с половиной, полгода она растет. Соответственно, опять же, чтобы получить реальные деньги, надо держать более-менее количество, я так подозреваю, хотя бы с десяток свиноматок, тогда этот все, весь этот бизнес будет приносить какой-то доход. Если это будет одна свиноматка, то такое, знаете, чисто так, легкий бонус. Сказать, что с этого можно жить, я бы не сказал, возможно, и можно было бы жить, если бы там было зерно какое-то, десятки тонн, и вот, чтобы его не продавать как зерно, переводить его в мясо, вот тогда это было бы вообще приятно. Ну, а так как у меня такой возможности нет, по большому счету, все равно можно зарабатывать на этом всем. Вполне реально, при этом не надо особых там каких-то знаний, каких-то навыков, все это очень просто. Свинки такие достаточно самодостаточные звери, они неплохо, очень неплохо сами разводятся, плодятся, не надо там особого контроля за ними, они совершенно неприхотливые. Если, допустим, брать ту же корову, вот на рогатый скот бычка, то там все гораздо сложнее. От того, как выпоешь, как сформируется желудок, будет зависеть, как он будет в дальнейшем расти, при этом его надо тягать на выпас там. В общем, такое себе развлечение. Удовольствие ниже среднего, скажем, при этом выхлоп приходит через полтора года. Здесь же я буду сейчас, допустим, первых полгода, подержав тарасенка на свиноматку, в дальнейшем я буду получать, я буду получать каждых пять месяцев прибыль. Это будет практически сразу, ну, сразу затраты, я же не вернусь, сразу на корма, но по большому счету, сдавши потом свиноматку, затраты на корма вернутся. Свиноматку при содержании свиноматки не нужно использовать ни по МВД, никакой дряни. В принципе, свиноматка съедает в день три килограмма корма за период лактации, это месяц, шесть килограмм в среднем, ну, то есть, в начале лактации чуть меньше, потом чуть больше, в третий семестр поднимаем. Ну, в общем, затраты по кормам выходят не очень большие, опять же, не надо огромных складов для зерна, все реально закупить с осени, конца лета, когда урожай собрали, урожай собран. Ну, допустим, вот если сейчас цена на зерно у нас четыре с половиной пять тысяч тонн, то по уборке можно было взять тысяча восемьсот, две, ну, в половину, две двести, вот так стоило тонна зерна, ну, там, зерноотходов, ну, какая разница, в принципе, все на дельт бьется, нам бы очень, вполне с канала бы. В общем, при таком, при такой цене на корма, плюс при простоте содержания, все это становится очень даже приятным содержанием именно на поросят. Главная проблема, как продать, она как бы не стоит, потому как, вот как оказалось, очень неплохо работает эта доска объявлений, согласно которой, я вот, не оживаю, я продал эти выводы, продавался буквально за день. Опять же, все зависит от того, какие поросяны, какие свиноматки, лучше потратиться сразу взять нормальных свиноматок, чтобы они были мясные, и в дальнейшем, чтобы люди не обижались там и получали нормальных поросян. В свою очередь, можно, если заморочиться, можно держать, конечно, и на мясо, тоже все, в принципе, не сложно. Ну, тут возникает вопрос, большое количество, большие, иногда, загоны какие-то строить, и, опять же, смотреть, чтобы это все выросло у нас тоже, там, кормежка, иногда приходится, где-то минить, там, что-то такое, и БМВД. В любом случае, придется использовать БМВД, иначе наши свинки будут растения очень быстро, так как порода у нас мясная, она требует себе высококачественных кормов. Ну, все, в принципе, вкратце, о том, стоит, не стоит, от себя добавлю, что я грешил для себя, что из всего того, что я пробовал до этого, на самую реальную прибыль и самый реальный доход дают все-таки свиньи, что-то мне говорили, кролики, там, все это хорошо, в принципе, у нас в регионе сложно, в этих котах никто не хочет покупать, но со свиньими все просто, в виде бекона уходит хорошо, в виде детей бекона тоже очень неплохо разбираются, поэтому с этим проблем не возникнет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, не бойтесь, начинайте заниматься чем-нибудь, просто сидеть дома, конечно, это легче, но толку от этого нет никакого, ожидать особо от окружения, что кто-то чего-то подарит, тоже, я думаю, не стоит, поэтому есть смысл заняться самому, и любое дело можно сделать, тем более, я же говорю, со свиньями, все, все вполне реально, даже на покупных кормах, вот нет у меня ни земель там, ни крепостных, никого, корма закупил, старые сарай там переделал, и вот, по результату получил какой-то там доход. Ну, все, всего доброго, хай ростер, и платится, так скажем.